Число заболевших корью растет. На данный момент во Владимире лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания. Напомню, два дня назад в Роспотребнадзоре говорили лишь о трех случаях среди тех, кто заразился опасной инфекцией и дети, и взрослые. В 22-й школе и в средней школе СНОВИЦ уже введены ограничительные мероприятия. Большая часть заболевших училась в этих заведениях. Сейчас там усилили меры дезинфекции помещений и временно ограничили прием новичков. Корь в регион завезли, по предположениям специалистов из Азербайджана. Все контактировавшие с заболевшими сейчас на учете медиков. Им делают прививки и наблюдают за состоянием. Даже если есть очаг кори, кто-то в семье заболел корью, то в течение 72 часов мы можем привить остальных членов семьи, дабы чтобы они не заболели корью. Выходить на улицу можно, изолируется только больной корью, будь то взрослый или ребенок. Он остается дома, вызывается врач и назначается терапией. Не все с корью госпитализируются в стационар. То есть мы чаще наблюдали легкие и средне-тяжелые формы, которые могут лечиться дома. Передается корь воздушно-капельным путем и очень заразно. Если человек не прививался и не болел раньше, шанс заразиться почти стопроцентный. Начальные симптомы кори легко спутать с простудой или гриппом. В первые несколько дней у человека повышается температура, начинает болеть горло, появляется кашель, слезятся глаза. Затем начинаются характерные красные высыпания на теле с головы до ног. Распространение кори связано с большим числом отказов от вакцинации. Главный очаг инфекции находится в Сновицах, где живет много семей цыганской народности. Большинство из них и дети, и взрослые не имеют никаких прививок. Поэтому Роспотребнадзоре прогнозирует увеличение случаев заболевания. Специалисты напоминают, самой эффективной защитой от болезней является вакцинация. На сегодняшний день цыганация от кори показала высокую эффективность в предотвращении случаев и также значительное уменьшение количества смертельных исходов. Так как корь, она опасна не сама по себе, а в основном своими отложнениями. Это у нас и в мании, и в боли, и в материи зрения и другие. И большую угрозу корь представляет, конечно, для маленьких детей и взрослых в пожилом возрасте. Также в группе риска у нас люди, которые в организме имеют большой дефицит витамина А.